Здравствуйте, в эфире программа «Актуальное интервью». Планами на предстоящий год сегодня поделится Евгений Пономарёв, директор Тобольского драматического театра имени Петра Иршова. Здравствуйте, Евгений Викторович. Здравствуйте, Алексей. Ну, завершились новогодние праздники совсем недавно. Всегда насыщенное время для театральных труб. Вот для вас, насколько были они интенсивными, плотными такими? Ну, конечно, это всё-таки не те объёмы, к которым мы привыкли, которые там ещё до нашего сложного времени мы могли себе позволить. Но, тем не менее, около 40 мероприятий нами было сыграно. Ну, то есть это спектакли, интерактивные программы, всё здесь в кучу. И детские спектакли, я считаю, и вечерние спектакли, которые мы смогли для более взрослого поколения показать. И порядка 8 тысяч зрителей за этот период к нам пришли в новогодние праздники. Я думаю, что в целом это очень хорошо, но, конечно, не то, к чему мы привыкли. Не до пандемии. Да, да, да. А хочется, тянет вот в хоровод, уёмки. Конечно, конечно. Вот прежние все вернутся. Ну, что я всегда говорю, у меня под Новый год начинает чесаться борода. Отрастает борода Деда Морозова. Да, потому что уже есть какая-то физическая потребность в этом во всём действии. Тот мужской возраст, когда уже надо стать Дедом Морозовом, да, ему хочется снова. Вот. Ну, тем не менее, я думаю, что всё, что не делается, делается к лучшему. И дай бог, на следующий год, может быть, мы с новыми силами войдём в хоровод. Как у вас, вот вы говорите о том, что объёмы не те, да? Опять же, в декабре было такое ужесточение ограничительных мер, касаемо QR-кодов. Коснулось это и театра, то есть люди могли прийти на спектакль только вакцинированные, да? Вот как это сказалось на работе театра, на посещаемости? Ну, конечно, некую, скажем так, некую нервозность зрительскую мы ощутили. И спад зрительский был в первые особенно дни. Но потом всё как-то так улеглось, установилась нормальная позиция, зрительская в том числе. Ну, а под Новый год, как мы знаем, QR-коды были вообще временно отменены. Вот сейчас пытаемся понять, после 1 февраля, вернутся ли они к нам, пока никаких чётких распоряжений по этому поводу не было. Ну, в принципе, я вот как человек, который посещает какие-то заведения, я не чувствую в этом каких-то особых проблем. Тогда показать QR-код. Если он есть. Тем более он есть, да. Ну, а сейчас нет уже там очень малого количества людей. Ну, а то, что рост заболеваемости опять налицо, я думаю, что стоит задуматься и тем, кто до сих пор не вакцинировался. У вас сразу после Нового года не успели праздники отгреметь, вы уже приступили к новой постановке. Начали репетиции спектакля «Шут Балакирь». Вот расскажите немного об этом. Пьеса «Что говорить?» очень известная. Почему именно она выбрана вами в репертуар? Ну, вообще, конечно, долго я думал о том, чтобы Григория Горина поставить в репертуар. Крайняя постановка этого автора была осуществлена в 2007, по-моему, году. Алексеем Молостом, прощай, конференсье, был такой у нас спектакль о войне, о артистах на войне. Очень успешный был спектакль. Вот. И уже спустя 15 лет... Пора вернуться. Пора вернуться. И долго мы разговаривали с режиссёром, который приехал. Это Анатолий Лобанов, художественный руководитель Ноябрьского драматического театра. Совершенно молодой театр. Ну, и режиссёр молодой. И режиссёр молодой. И там вообще команда очень молодая. Это же ещё очень важно. Эстетика, язык несколько схож, не схож. Ну, то есть, я понял, что мы вроде как где-то на одном языке разговариваем. Решили попробовать. И долго выбирали материал. Выбирали совместно? Выбирали совместно. Конечно, что-то Анатолий предлагал, что-то я. Но вот в итоге решили остановиться на шуте Балакире. На классике. В общем-то, это современная классика. Современная классика, можно так считать. Мне кажется, очень сегодняшняя пьеса, очень сегодняшняя постановка может получиться. Хотя мы пытаемся играть всё-таки про те времена. Но с таким приёмом, как театр в театре. Ну, то есть, когда мы впрямую, выходят артисты и говорят, а сейчас мы вам сыграем, в общем, про это. И тогда уже появляются костюмы, появляются какие-то герои. То есть, у вас, скажем так, не самая классическая интерпретация классика? Нет, не самая классическая. Но вообще Горина сложно так играть, потому что он уже... А там большой процент самоиронии всегда. Огромное количество, да. Поэтому мы хотим сделать прям открытый приём. То есть, мы хотим полностью убрать кулисы на сцене. То есть, такой вот... Открытое пространство. Открытое, да. То есть, вот сцена полностью. Вот она. Тут фонари зрители, значит, эти... Зрители видят все колосники. Да, да, да. А тут разворачивается вот это вот сложное действие. Но костюмы хотя бы будут. Костюмы будут обязательно. И костюмы максимально приближены к эпохе. То есть, вы вот тем самым возвращаемся в эпоху и как бы делим... Да, мы говорим, что это сегодня. Ну, то есть, как бы это в эпохе. Но мы это смотрим сегодня, сейчас. Сколько вообще спектаклей в сезон вы выпускаете? Вы же ставите себе какие-то вот, начиная с сезон, какую-то планку, что в среднем мы можем себе там позволить и по человеческому ресурсу, и финансовое, что уж там скрывать. Вот какие задачи вы ставите себе на сезон, и насколько вот они у вас оправдываются? К сожалению, мы сейчас судим даже не сезонами, мы судим годами, отчетными годами, скажем, календарными годами. И вот в прошлом году у нас было поставлено 7 премьер. 7 премьер, в этом году планирую тоже 6-7. То есть, это первое, получается? Это получается первое в этом году. Дальше у нас еще одна очень интересная история будет. Это режиссерская обработка киносценария известного фильма «Женя, Женечка и Катюша». Одним из авторов этого киносценария был Булат Акуджава. И сейчас вот режиссер сделал уже, режиссер Алексей Молостов, который Табаликам тоже очень известен. Если говорить там про то, о чем мы говорили, прощай конференции, это был как раз Алексей Молостов. И самая, наверное, такая известная в его постановке, самая известная в его постановке спектакль в нашем театре, это «Конек-горбунок» 2005. Который с Ливаном Дюмом? Да, 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 который с Ливаном Дюмом в главной роли. Танцевальное, музыкальное шоу было. Вот, мы вновь вернулись как бы к диалогу. Неожиданный материал, опять же. Потому как тут, так же, как с Балакиревым, известная история, очень известная. Да, да, да. Потому что там и... Ну, будем опять же честными. Она известна, скажем, людям среднего и более старшего возраста. Будем говорить честно, молодежь вряд ли смотрит это кино. Вот, в связи с этим у нас есть некая потребность познакомить молодых людей с этой такой романтической военной историей. Это к 9 мая, наверное. Да, это к майским праздникам будем делать. Ну, буквально вот в начале марта, если мы выпустим Горина, то с середины марта мы уже приступим к репетициям того спектакля. Значит, кроме того, мы... Мы плавно начали делиться планами. Да, да. Кроме того, мы хотим продолжать заявленную в этом сезоне тематику актер и коврик. Это спектакль «Скамейка», который вышел у нас в октябре. Для тех, кто не знает, это компактные спектакли на одного, два, три человека. Да, для тех зрителей, кто этого не видел. То есть мы берем за основу вообще этой идеи высказывание Немировича Данченко, который сказал, что можно выстроить великолепное здание, заказать композитору музыку, художнику декорации, пригласить опытного директора, и это все еще не будет театром. Вот выйдут на сцену два актера, растерят коврик. Если они достаточно талантливы, то вот это уже театр. Вот, и мы как раз на этом высказывании решили такую целую рубрику постановок. Не знаю, получится она ежегодно или не получится, но тем не менее, вот сейчас уже артистки приступили к репетициям спектакля. Я не скажу какого, не скажу какого, пусть пока будет небольшой интригой. Очень надеюсь, что в этом году удастся нам к летним праздникам городским все-таки выполнить нашу плановую вещь и вывести наших декабристов в городское пространство. Напомню, в июне прошлого года мы выпустили спектакль, который называется «Меж юношей безумных». Это спектакль такая фактологическая наша художественная фантазия, и очень хотим сыграть его во дворе тюремного замка. То, что замышлялось в прошлом году, в силу ограничения опять же не удалось. Да, вот. Ну и еще одна немаленькая такая работа, которая нам предстоит. Тоже этого автора давно не было у нас в репертуаре, и давно я в эту сторону смотрел. Там же еще важно, как с режиссером сложится, не сложится. Режиссеров много, но, тем не менее, есть какая-то, в общем... Химия. Да, степень взаимоотношений, как эти взаимоотношения выглядят. Так вот, Максим Горький и Васса Железнова. Это осень этого года. Но у вас под знаком классики в этом году, слушайте, практически. Да. Такая свежая, в общем, классика и чем-то более... Да, ну, тем не менее, мы же все равно еще что-то экспериментируем. Ко мне вот нет, нет, артисты приходят, Евгений Викторович, а мы вот хотим самостоятельную работу. Я говорю, давайте. Жанр о том, о сём никто не отменял? Ну, во-первых, жанр о том, о сём никто не отменял. Во-вторых, что такое самостоятельная работа? Артисты могут поработать, поработать, чтобы там прийти, потом показать. Мы можем понять, насколько из этого может вырасти какой-то там более значимый спектакль, да. Ну, или действительно, или оставить вот просто в о том, о сём, и он в этой рубрике может смело существовать. В Васса Железнова у нас уже планируется, видимо, ближе к осени. Это осень, да. Это осень, это где-то октябрь, да. Ну, год этот, а сезон следующий. Хорошо. Ну, видимо, тогда ждём классики и всех приглашаем в театр. Спасибо большое Евгению Викторовичу. Я напоминаю, что у нас в гостях был Евгений Пономарёв, директор Тобольского драматического театра имени Петра Яшова. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова